Дорогие мои коллеги, друзья, мы высоко ценим сложившуюся традицию сверять позиции государств членов БРИКС перед саммитами группы 20 и перед другими важнейшими международными мероприятиями. Я хотел бы тоже два слова сказать о российских подходах к ключевым пунктам повестки дня – встречи в рамках 20-ки. Начну с наиболее актуальной темы – борьбы с терроризмом. Как показывает практика, ни одно государство, каким бы сильным оно ни было, не может в одиночку справиться с этим злом, не в состоянии надёжно защитить и своих граждан. Поэтому Россия неоднократно выступала с инициативой создания единого антитеррористического фронта при центральной роли Организации Объединённых Наций. И в этот раз будем призывать партнеров по 20-ке сплотиться в противодействии терроризму, сообща способствовать нейтрализации тех политических, социальных, экономических и идеологических предпосылок и условий, которые способствуют возникновению терроризма и его экспансии. При обсуждении 20-кой ситуации в мировой экономике российская сторона намерена сосредоточить внимание на вопросах обеспечения позитивной динамики глобальной торговли. Мы выступаем против растущего в мире протекционизма. Нелегитимные торговые и финансовые ограничения с очевидным политическим подтекстом, по сути, направлены на устранение конкурентов, ведут к сворачиванию деловых связей, утрате доверия между участниками экономического сотрудничества, разрывая саму ткань мировой экономики. В этой связи 20-ки следует энергично отстаивать принципы открытой, равноправной и взаимовыгодной многосторонней торговли, закреплённой в универсальных правилах Всемирной торговой организации. Убеждены, группа 20-ти должна вносить более весомый вклад в создание справедливой модели глобального развития. Модели, которые будут способны обеспечить устойчивый инклюзивный рост, поможет ликвидировать накопившиеся между странами дисбалансы. Наметившийся переход мировой экономики на новый промышленный уклад сопряжён, как известно, с бурным развитием цифровых технологий. Считаем, что 20-ка могла бы взять на себя лидирующую роль в процессе формирования основ международного регулирования в этой сфере. Важным направлением деятельности группы 20-ти остаётся совершенствование международной финансовой системы, которая должна работать в интересах всех экономик, в том числе развивающихся. И для этого прежде всего следует продвигать дальнейшую реформу МВФ. Особое значение придаём обсуждению вопросов, связанных с развитием энергетики и изменением климата. Россия – надёжный поставщик энергоресурсов на мировые рынки во многие страны и регионы мира. Намерены впредь активно участвовать в гармонизации мировых энергорынков, снижении волатильности цен, сообща с другими государствами, поставщиками и потребителями топлива, обеспечивать глобальную энергетическую безопасность. Наша страна многое делает для снижения антропогенной нагрузки на природу, готова продолжать эту важную работу. Причины изменения климата глубоко не изучены. Мы не знаем и механизмах происходящих изменений. Вместе с тем, Россия рассматривает подписанное в апреле прошлого года Парижское соглашение в качестве международной правовой базы для долгосрочной совместной работы по климатическому регулированию. Поддерживаем усилия и конкретную помощь, которую оказывает двадцатка государствам африканского континента. Считаем необходимым и в дальнейшем способствовать развитию на континенте промышленной и транспортной инфраструктуры, улучшать здравоохранение, расширять доступ людей к образованию. И в завершение хотел бы поблагодарить нашего коллегу, председателя Си Цзиньпиня, отметить высокую эффективность работы Китая как государства-председателя БРИКС в текущем году. Мы, разумеется, будем активно работать по подготовке и проведению нашего очередного саммита в сентябре на встрече в Семяне. Большое спасибо за внимание. Россия – надёжный поставщик энергоресурсов на мировые рынки во многие страны и регионы мира. Намерены впредь активно участвовать в гармонизации мировых энергорынков, снижении волатильности цен, сообща с другими государствами, поставщиками и потребителями топлива, обеспечивать глобальную энергетическую безопасность. Наша страна многое делает для снижения антропогенной нагрузки на природу, готова продолжать эту важную работу. Причины изменения климата глубоко не изучены. Мы не знаем и механизмах происходящих изменений. Вместе с тем, Россия рассматривает подписанное в апреле прошлого года Парижское соглашение. В качестве международный правовой инклюзивный рост поможет ликвидировать накопившиеся между странами дисбалансы. Наметившийся переход мировой экономики на новый промышленный уклад сопряжён, как известно, с бурным развитием цифровых технологий. Считаем, что двадцатка могла бы взять на себя лидирующую роль в процессе формирования основ международного регулирования в этой сфере. Важным направлением деятельности группы двадцати остаётся совершенствование международной финансовой системы, которая должна работать в интересах всех экономик, в том числе развивающихся. И для этого прежде всего следует продвигать дальнейшую реформу МВФ. Особое значение придаём обсуждению вопросов, связанных с развитием энергетики и изменением коллективной инициативы создания единого антитеррористического фронта при центральной роли организации объединённых наций. И в этот раз будем призывать партнёров по двадцатке сплотиться в противодействии терроризму, сообща способствовать нейтрализации тех политических, социальных, экономических и идеологических предпосылок и условий, которые способствуют возникновению терроризма и его экспансии. При обсуждении двадцаткой ситуации в мировой экономике российская сторона намерена сосредоточить внимание на вопросах обеспечения позитивной динамики глобальной торговли. Мы выступаем против растущего в мире протекционизма. Нелегитимные торговые и финансовые ограничения с очевидным политическим подтекстом, по сути, направлены на устранение конкурентов, ведут к сворачиванию деловых связей, утрате доверия между участниками экономического сотрудничества, разрывая саму ткань мировой экономики. В этой связи двадцатке следует энергично отстаивать принципы открытой, равноправной и взаимовыгодной многосторонней торговли, закреплённой в универсальных правилах Всемирной торговой организации. Убеждены, группа двадцати должна вносить более весомый вклад в создание справедливой модели глобального развития, модели, которая будет способна обеспечить устойчивость. Дорогие мои коллеги, друзья, мы высоко ценим сложившуюся традицию сверять позиции государств членов БРИКС перед саммитами группы двадцати и перед другими важнейшими международными мероприятиями. Я хотел бы тоже два слова сказать о российских подходах к ключевым пунктам повестки дня – встречи в рамках двадцатки. Начну с наиболее актуальной темы – борьбы с терроризмом. Как показывает практика, ни одно государство, каким бы сильным оно ни было, не может в одиночку справиться с этим злом, не в состоянии надёжно защитить и своих граждан. Поэтому Россия неоднократно выступала.